Братья и сестры, поздравляю вас с завершением первой седмицы Великого Поста, которую мы традиционно проводим более строго, чем остальные дни Великого Поста. И в этот день у нас двойной праздник. С одной стороны, память святого великомучника Фёдора Тирона и память священномучника Ермогена, московского патриарха. Что касается памяти Фёдора Тирона. Ну, мы с вами, наверное, уже все тут находящиеся, прекрасно знаем, как сказать, это память праздника. Вот на что я хотел обратить ваше внимание, особенно в связи с теми событиями, которые мы все переживаем, я имею в виду воинские действия. Вот странное дело, есть очень много... Понятно, что Бог наш – это Бог мира, конечно. Это Бог, который не случайно на каждом божественной ритургии, и не только на ритургии, многократно священникам говорит «мир всем». Вот это пожелание мирного расположения духа – это, на самом деле, пожелание того, чтобы Бог был в душе человека, чтобы он руководил всеми его мыслями, всеми его действиями. Ну, вот такое интересное наблюдение, давно уже известное людям, знающим историю и археологию. Вот среди первых христиан было очень много именно военных. И вот святой Федор Тиран, это был тоже воин, причем высокопоставленный воин. Вот как-то, почему-то у первых христиан никакого пацифистского настроения не было. Причем христианские воинства, христиане среди воинов, они иногда составляли целые даже большие воинские подразделения. Вот такой был император Троян, он был язычником, но вот у него было на самом деле какое-то подразделение, сейчас не помню какого масштаба, которое состояло, в общем, почти из христиан, а между прочим, император Троян – это император, при котором Римская империя достигла самого большого размера. Вот, и известно даже, что эти христианские войска, они сыграли очень большую роль вот в этом развитии Римской империи, в войне, которую вел император Троян. На Руси, вот, известно, что я вот, поскольку интересуюсь археологией весьма плотно, то известно археологам, что первое свидетельство, первые христианские погребения на территории нашей страны, это были именно воинские погребения, ну, наверное, баряги какие-то были, скорее всего. То есть и на Руси тоже, вот, среди первых христиан было очень много воинов. Вот, если мы посмотрим с вами на Евангелие, то мы с вами видим, что, вот, говорится о том, как к Иоанну Крестителю приходили разные люди, разного звания, звания, в том числе, как написано, в Иоанне Матфея приходили и воины, и спрашивали Иоанна Крестителя, а что им делать? Ну, казалось бы, если все-таки дух пацифизма должен быть, тогда, наверное, он бы должен был сказать, что бросайте свое кровавое перемесло, так примерно, да, вот, и занимайтесь мирными делами. А нет, мы с вами читаем Евангелие и видим, что он говорит совершенно другое. Он говорит, что довольствуйтесь тем, что вам дают, не берите ничего лишнего и, так вот, что-то я запамятовал, никого не обижайте. Ну, то есть, короче говоря, не мародерствуйте. Но никакого призыва сложить оружие у Иоанна Крестителя мы не слышим. Вот такой удивительный исторический факт, но не только исторический, а, как видим, даже и евангельский. То есть, удивительное дело, что воины, христиане, не считали зазорным служить, причем даже, можно сказать, служить языческой империи. Да, ведь все, если говорить о римских войнах, то это были же войска языческой империи римской, а христиане там служили. Наверное, потому что, наверное, потому что христиане считали, что вот это воинское дело, это такое очень тяжелое и очень, может быть, страшное даже, но это необходимое дело, которое они должны совершать ради защиты народа, ради защиты Родины. И, наверное, христианские качества можно, наверное, проявлять даже, будучи воином. Вот святой Федор Тиран был как раз таким воином. Он пострадал в 306 году при императоре Галерии. Это был уже, можно сказать, исход, последнее издыхание языческой империи, когда она обрушилась на христиан после огромного периода, когда гонений не было, несколько десятилетий не было гонения, и вот начались вот такие гонения Диоклетиана. Ну, а Диоклетиан, оставив свой пост императора, одолившись, назначил четырех своих преемников, а один из них был Галерий. Вот этот Галерий, он, как мы видим, с вами начал с того, что тоже стал уничтожать христиан. Ну, интересно, как он кончил. Он кончил тем, что он заболел какой-то тяжелой болезнью, как, как говорится, что какие-то черви изъедали его тело, и он кончил тем, что он, в конце концов, гонения на христиан прекратил, и более того, уже находясь на смертном одре, он просил христиан, чтобы они молились о его здоровье, то есть просил их помощи. Вот, ну, после этого, как мы знаем, уже приходит император Константин, и многое меняется в жизни христианской церкви. Так что Федор Тирен был одним из, можно сказать, последних мучеников вот этой языческой истории Рима. И несколько слов о патриархе Ермогене. Патриарх Ермоген тоже очень необычная у него жизнь была. Он родился в городе Казань, причем тогда, когда еще Казань была городом, невзятым царем Иваном Грозным. То есть это был еще вполне, так сказать, татарский, мусульманский город, который занимался тем, что, в общем, периодически совершал набеги на русские земли. Вот, и вот в семье христиан, которые жили в Казани, родился будущий патриарх Ермоген. Причем он с малых лет имел такое, в общем, расположение к священному служению, поэтому, когда он уже, так сказать, возбужал, то он стал священником, женился, имел жену, про детей что-то ничего не говорится, но вот жену он точно имел. Стал священником. И интересно, что вот его как бы участие в жизни церкви, такое масштабное участие в жизни церкви, оно даже началось еще и с этого периода, потому что вот помним с вами, что уже там через несколько десятилетий после того, как он родился, была обретена Казанская икона Божьей Матери, и она была как раз обретена на территории того прихода, где вот настоятелем был, не помню, как его звали, до монашества, в общем, будущий патриарх Ермоген. Вот, и когда вот эта торговица Матроны, если не ошибаюсь, она упорно говорила, что вот надо здесь найти эту икону под землей, вот, и когда в конце концов она ее там даже откопала, вот, то эта икона была обручена именно патриарху, будущему патриарху Ермогену. Вот, так что мы видим с вами, что промыслом Божьим, вот, он как-то вот оказывается вовлеченным в такие глобальные события русской церковной истории. Потом умирает его жена, он принимает монашество в Чудовом монастыре в Москве, ну, а дальше уже история, связанная со смутным временем, и история, во время которой, как мы знаем, было много всяких выражений, смутное время оно так и называется, потому что менялось многократно мнение, кому быть царем на Руси, причем было много разных партий, и вначале, вначале поддерживали Бориса Гудунова, потом убили его сына Федора, потом признали Лжедмитрия Первого, потом его убили, потом кое-кто признал Тушинского вора, то есть Лжедмитрия Второго, причем, между прочим, будущий патриарх Филарет, который имеет прямое отношение к нашему храму, он как раз стал патриархом именно в эпоху Лжедмитрия Второго, как бы с его даже согласия, можно сказать, он стал патриархом. Вот, а что касается патриарха Ермогена, то он всегда твердо выступал против, бескомпромиссно выступал именно за, можно сказать, русскую власть. Он вначале поддерживал Бориса Гудунова, потом, после избрания царем Василия Шуйского, да, вот, про который я тоже забыл сказать, это тоже был такой целый период в истории русской смуты, он, несмотря на слабость этого царя и его непопулярность, он его тоже всячески поддерживал, потому что считал, что это меньшее зло, чем иноземное какое-то владычество, чем окатоличивание Руси, вот. И вот эта его твердая позиция, она как раз привела к тому, что он был в конце концов заключен поляками и фактически замучен голодом, и он таким образом кончил свою жизнь, как священно-мученик. Все его служение, это было такое служение, но крепление Руси на России, уже лучше сказать, вот, и он в этом отношении является таким, можно сказать, церковным столпом будущей русской истории, как вот, например, Петр, свидетель Московский, который фактически перенес свою кафедру в Москву и заложил таким образом основу нашего государства. И, наверное, по значению своему, вот, свителю Ермоген является, может быть, даже вторым, ну, по крайней мере, по историческим событиям, благодаря которому, благодаря твердости которого, вот, Святая Русь, она выстояла. Вот, вот такие, какие-то, в общем, воинские, сегодня у нас память людей, которыми прямое отношение к воинским делам и к утверждению православия на Руси в борьбе с иноземными завоевателями. Вот, поздравляю вас с этими двумя праздниками, с тем, что с сегодняшнего дня, вот, суббота-воскресенье даже по уставу положено употреблять масло постное, правда, вот, ну, будем с вами радоваться этому празднику. Поблагодарим Господа, слава тебе Божию, слава тебе Божию, слава тебе Божию.